Здравствуйте, мои дорогие подписчики, здравствуйте, зрители моего канала. Сейчас будет второй прогноз общий, карта дня на 23 апреля. Спасибо вам за ваши лайки, комментарии, кому не сложно, за вашу подписку, конечно же. Так, есть уже на моем канале прогноз, конечно же, на май, на неделю, на год. Все есть в правительствах, смотрите, пожалуйста. Так, первый у нас Овен, Овен, 23 апреля, карта для Овна. Еще перемешаем. Ой, сама перекрутилась, восьмерочка жезлов, сейчас одиночки. Возможен день такой очень быстрый, быстрые результаты, срочные, что-то срочно нужно будет, туда-сюда. Так, командировки, ускорения, перелеты, полеты, поездки, быстрый прогресс, такие неожиданные, вот, может быть, даже радостные новости. Все придется, знаете, решать в стремительном темпе. О том, чтобы отдохнуть в этот день, не может быть и речи. Очень такой быстрый день и наполненный всякими событиями. Если была какая-то затруднительная ситуация, то вы рискуете оставить ее, то есть, свои проблемы далеко. Вот так вот. Телец. Наши тельцы молодцы, вылетел аркан. Паш Мечей. Важные новости, поиск информации по телефону, по интернету. Информация вам, может быть, нужна для того, чтобы ее использовать, не знаю, защитить экзамены, сдать экзамены, защитить проект, что-то рассказать, что-то доказать. Острый ум будете проявлять, ну, и, как я уже говорила, поиск информации. Также, возможно, общение с детками, знака воздуха, вот это может быть. И вам нужно будет проявлять, знаете, такое деловое чутье и рациональность. И вот эти чувства вам помогут занять выгодное положение и прийти к победе. Вот так вот. Близнецы. Наши красавцы. Близнецы. Карта на 23 апреля. Императрица. Полюбите себя, полюбите других, позвольте себя полюбить. Карта материнства, карта прибыли, карта рождения, комфорта, гармонии, красоты, любви, любви к себе. И, может быть, вы, я не знаю, в салон пойдете. Заниматься тоже таким можно. Карта женской энергии, дела всегда, которые запланированы на этот день, все должно быть хорошо. Ну, конечно, финансовые в том числе, потому что это аркан, конечно же, прибыли. Императрица советует, если нужно будет делать выбор какой-то вот каких-то бытового характера, то выбор нужно делать, конечно же, в пользу себя, в пользу материального комфорта и удобства. Вы сможете дарить и принимать любовь в этот день. Поэтому не упустите шанс насладиться таким моментом. Рак. Наши раки. Рак. 23 апреля. Паш Пентакли. Возможно, кто-то будет учиться, заниматься учебой. Кто-то будет общаться с детками знака земли, возможно. Поиск информации именно по касающейся образования. Может быть, вы получите новость, касающуюся вашего вот учебы или чего-то вот развития. Работа с бумагами. Какие-то реальные цели будете ставить перед собой. Работа с документами. Ну, и новости, как я уже говорила, касающиеся образования и учебы. Зарождение проекта. Может быть, даже такая, знаете, встреча с друзьями. Дети, я уже говорила. Ну, и зарождение проектов, учеба, дети, встреча, получение, может быть, такой небольшой-небольшой прибыли. Поступление денежного лев. Наши львы и львицы, конечно же. 23 апреля. 23 апреля. Если встречи, то вот я об этом говорила, возможно, рождение детей, начало новой трудовой деятельности, возможно, в каком-то новом коллективе тоже, возможно, по этому аркану. Новые знакомства, планы, идеи. И все пройдет успешно и радостно. И такой вот именно мужской потенциал, такой, знаете, когда вы будете полны, полны энергии. Дева. Наши девицы, красавицы и красавцы. 23 апреля. Ух ты, что это у нас тут? Пятерочка, конкуренция. Из легкого такого самого, это какие-то интересные задачи могут перед вами стоять. А вообще, конечно, может быть ссора, конфликт, конкуренция. Может быть, конкуренция, соревнование командное, например, тоже может быть. Ну и какие-то ссоры или неурядицы. Смотрите, у вас будет много энергии. Смотрите в драку, не ввяжитесь по этой карте. Вы сможете, знаете, у вас появится такая возможность показать свою точку зрения. Что-то кому-то рассказать, показать. Дух соперничества, конкуренция. И держите себя, чтобы стресса не было. То есть, в случае, если какой-то такой скандальчик, то держите себя в руках. Весы. Наши весы. Карта на 23 апреля. Карта дня. Что ж такое, как бы, такое, что поглавнее. Ой, восьмерочка, ковка, уход, эмоциональное выгорание, желание найти себя, движение дальше. Это когда какая-то ситуация, вот у вас уже крутится, крутится, вертится, мешает жить, мучает. Вы о ней переживаете. Вы захотите уйти, уйти от деструктивных отношений. Не знаю, уйти с работы, которая вас морально мучает. Уйти, не знаю, жить отдельно от родителей. Уйти жить, вот не знаю, с определенного места. Не нравится здесь все. Не нравится все вокруг. То есть, это уход. Это когда пришло время пойти к чему-то лучшему. К тому, что, как бы, к движению, к исполнению ваших желаний, мечты, может, какой-то. И это уход, вот именно не бойтесь этих поворотных моментов и принятия самостоятельных решений. И пришло время освободиться от УЗ, может быть, каких-то и стать независимым. Такое тоже возможно. Карта говорит о том, что если вы находитесь в ситуации ожидания разрешения какого-то вопроса, то он, возможно, может решиться в течение месяца. Скорпион. Наши скорпиончики, красавчики, конечно же. 23 апреля. Карта для вас. И тут дурак, старший аркан. Начало чего-то нового. Возможно, такой, знаете, новизна. Вот что-то новое может появиться в вашей жизни. Такая, может быть, даже невинность какая-то. Не знаю, спонтанные решения. Неожиданные встречи. Неожиданные повороты. Сюрпризы. Время перемен. Кто-то, может, на риск в этот день захочет пойти. То есть такое тоже возможно. У вас будет такой энтузиазм. Новый жизненный этап, возможно, начало. В этот день, если вы попадете в какую-то ситуацию, что... Ой, а что мне делать, как из нее выходить? Вы сможете взять себя в руки и выйти из этой ситуации достойно. У вас получится. Изменение планов, конечно же, может быть какое-то. И карта говорит о том, что позвольте себе легкость. И легкость и восприятие текущих событий. То есть даже если что-то в жизни происходит, нужно с легкостью. Это вот дурака, знаете, он может быть и дурак, но нужно идти по жизни легко, доверяя миру. Ну, вот так вот. Скорпиончики. Стрелец. Карта для наших стрельцов дня. Ой, что-то вылетело. Колесо фортуны. Ух ты! Удача на вашей стороне. Как вы воспользуетесь ней или нет, это уже ваше дело, стрельцы, в этот день. Но в любом случае... Вот удача на вашей стороне. Она вам будет сопутствовать. Это счастливый случай. Даже может быть какая-то вот такая поездка, может быть даже путешествие может начаться в этот день. Это новый этап, движение к лучшему, развитие, какие-то перемены. Да, азарт. Будьте внимательны, кто азартный игрок. Ну и, конечно, возможно, поездки на колесах. И, возможно, покупка автомобиля. Если кто собирался, пожалуйста, прекрасный день для покупки автомобиля. Козерог. Наши козероги и козерожки. Ух ты, замечательный аркан. Четвёрочка жезлов. Стабильность. Счастливый брак. Сбор урожая. Есть что отпраздновать. Уже какие-то пожинаете первые плоды, когда люди радуются, счастливы. Новая любовь, возможно, кстати, праздник. Конечно же, я говорила, счастливый брак. Так, позитивная карта в отношениях, счастливое время, отдых, получение заслуженной награды. Это в отношениях встречи тоже любые. Очень даже могут пройти чутко, нежно и в том числе романтические. И они могут стать началом прочных отношений. Если вот в этот день вы с кем-то пойдёте на встречу, познакомитесь. Новости хорошие. Удачное завершение какого-то проекта, когда вот получили какую-то прибыль уже. Ну и будет вот такой, может быть, замечательный день. И вот, может быть, вы его проведёте с дорогими вам людьми. Так. Водолей. Наши водолейчики. 23 апреля. Иерафант. День такой вот традиций. Может быть, знаете, не знаю, там традиция с кем-то собираться в определённый день, там, года и так далее. Возможно, заключение договоров, браков. День такой, знаете, может быть, если вам понадобится помощь, вы будете, может, обращаться к старшему товарищу, учителю. Я не знаю, как его назвать, но человек, который может подсказать, поддержать, дать хороший совет. Не навязчиво, спокойно дать совет. Возможно, этот человек связан с религией. Может быть, вы будете посещать церковь. Может быть, будете принимать в этот день участие в религиозных каких-то обрядах. Может быть, вы для кого-то будете учителем таким в этот день. Может быть, к вам кто-то придёт, будет просить совета, помощи, как поступить и так далее. Также, возможно, карта, которая предвещает замужество или женитьбу. Так что, возможно, предложение руки и сердца в этот день. Рыбы. Наши рыбульки. Двадцать третий апреля. Ой, чуть не полетели карты, но не полетели. Рыбы. Ух ты, кора лева жезла. Возможно, встреча с такой дамой, знаете, такая лидер. Очень энергичная дама. Мужчины такую женщину не пропустят. Дама очень такая, любит жизнь. Такая энергичная дама. Может быть, занимает, да, хорошее социальное положение и знака огня. А может быть, вы будете проявлять в этот день вот любовь к жизни, лидерские свои способности, действовать будете. Нужно будет, знаете, какие-то проекты, если завершать, то это успешно. У вас будет много страсти, энергии в этот день и энтузиазма. Вот так вот. Вот такой получился расклад. Карта дня на двадцать третий апреля. Спасибо вам за ваши лайки, за просмотры, за комментарии. Всего вам хорошего и до встречи на моем канале. Спасибо.